В девятнадцатом веке государство периодически устраивает свои заморозки, но все-таки для того, чтобы отправить людей на каторгу или хотя бы в ссылку просто за идеи, бывало, но это уже исключение, и это каждый раз вызывает в обществе робот. Вот, в случае Достоевского, да, кружок Петрашевского в общем ничего не обсуждает особенного. По сути, если там не брать, так сказать, кое-какую полицейскую ловкость рук, вот эти страшные приговоры, расстрельные, замененные потом на годы каторги, за что им вынесен? Что такого-то сделал Федор Михайлович Достоевский? Поддерживал идею определенную. А вот какие? На самом деле инкриминировалось обсуждение совершенно определенного документа. Ответа, или точнее письма Белинского Гоголя. Вот знаменитая, ну ее называют иногда перепиской, хотя это не была переписка, это было открытое письмо Гоголя друзьям, избранные места из переписки друзьям, и открытое письмо Белинского Гоголя. То есть, это не то, что мы обычно подразумеваем под перепиской двух людей. О чем там шла речь? Там, в достаточно резких, но все-таки выражениях, выражение это не подготовка там теракта или чего-нибудь, обсуждалось то, обсуждение чего началось предыдущее десятилетие, можно даже назвать точную дату, 1836 год. Журнал «Телескоп», издававшийся человеком по фамилии Надеждин, публикует сравнительно небольшой текст, который называется «Философическое письмо». Петр Яковлевич Чаодаев, которого при желании можно назвать первым русским интеллигентом, хотя это не совсем правильно, публикует текст, в котором он размышляет на тему, почему у нас вот как-то не так. А как, что у нас не так? Чаодаев пишет, а мы как-то вот выпали из мирового процесса. Россия ничего не дала миру, пишет Чаодаев. Сегодня нам эти слова кажутся ужасно обидными, но если вспомнить, что это 1936 год, да, действительно, те имена, которыми мы заслуженно гордимся в 19 веке, придут позже. Менделеев будет позже, Сеченов и Пирогов будут позже, да? Кого к 1936 году дала Россия миру? Пушкина? Ломоносова. Ну, да нет, ну что вы, Ломоносова... Мир знает Ломоносова под псевдонимом Лавуазье. Шутка, конечно, да? Ломоносов не воспринимался миром как ученый мирового уровня. Сегодня мы понимаем, что он, наверное, им был, но в силу определенных причин мир о нем практически мало что знал, да? Пушкин... Но дело в том, что мир, опять-таки, никогда не считал Пушкина литератором мировым. Пушкин русский литератор. И сегодня, когда, там, скажем, есть же великолепные переводы на английский язык, например, того же самого Евгения Онегина, но нельзя сказать, что это очень читаемые вещи, да? Иностранцы, ценящие русскую литературу, не назовут Пушкина в первой тройке. Первая тройка известна. Толстой, Достоевский, Чехов, да. И понятно, почему. Пушкин действительно слишком русский. Капитанскую дочку... Нет, ну, понятно, можно прочитать, конечно, если хороший перевод на английский язык, но это будет выглядеть как приключенческий, приключенческое произведение. Или, там, как сентиментальное произведение. И только вот русский человек ценит в «Капитанской дочке» не сюжетную канву, да? А Савельича. Поклонись, поцелуй злодею ручку. Мы понимаем, что это главный, так сказать, такой лейтмотив всей нашей жизни. Целовать ручку или не целовать ручку. Поклониться злодею или не поклониться злодею. Поэтому, действительно, Чаадаев прав. Европа пока... Про Соединенные Штаты вообще не говорю, да? Они вообще пока не понимают, где что там восточнее Германии, я думаю. Вот, Европа относится к России как к большой, огромной, населенной европейской окраине, да? Вот Наполеона победить они могут, эти русские, своими несметными полчищами. Но вот именно в том, что касается культуры в самом широком смысле этого слова, конечно, не случайно наши парикмахеры едут туда и становятся там учителями, говорят французы. Любой немецкий дворник в России может, так сказать, стать важным человеком. Пока. Но самое главное не то, что говорит Чаадаев, а то, что это совершенно принципиально новый подход. Он задается философскими вопросами. Ведь на самом деле замечательное свойство интеллигентного человека – это задаваться вопросами, которые, казалось бы, не имеют никакого практического смысла. Это вызывает насмешку у, так сказать, внешнего наблюдателя. Это вызывает неприятие. Это может вызвать агрессию. Вы бесполезные бездельники. Вы жалкие болтуны, да? Делом надо заниматься, орет, так сказать, неинтеллигентная публика, интеллигентный. Не понимая, что с точки зрения интеллигентной постановка вопроса – это дело. Вот очень интересная вещь. На нашей русской почве вдруг неожиданно становится интеллигентом герой мировой литературы, созданной в начале 17 века, когда самого понятия даже приблизительно не было, и явно не замышлявшийся автором как таковой. Это Гамлет. Гамлет, конечно, да? Но когда я впервые увидел не нашего Гамлета, я помню, что это было для меня шоком. Это был замечательный фильм, его и сейчас интересно посмотреть, где Гамлета играет Мел Гибсон, а Гертруду играет гениальная Глен Клосс. Но почему для меня это был шок? Потому что Гамлет – там конкретный парень. У него есть, так сказать, задачи, он эти задачи там решает тем или иным способом. Да, конечно, он произносит монолог «Быть или не быть», но там этот монолог не является какой-то там особой выдающейся частью текста. Русский Гамлет. Главное в нем – это сомнение. Русский Гамлет, монолог «Быть или не быть» – вообще главный в русском Гамлете. Потому что он решает не как действовать, а действовать ли вообще. Достойно ли склоняться под ударами судьбы? Достойно ли? Вот отличный перевод для Смоктуновского, вот отличный перевод для Рецептора, вот отличный перевод для Высоцкого, для наших метущихся Гамлетов. И вот у Высоцкого есть стихотворение, которое никогда не было песней, и которое написано по переживаниям его в работе над этой, одной из любимых его ролей. Это известно, что он очень любил Гамлета. И очень переживал, когда там Любимов снимал его с этой роли, дразнил его там и так далее. Вот, я только малость объясню в стихе, на все я не имею полномочий. Не читали? Обязательно найдите его. И вот оно заканчивается строками, которые, собственно говоря, и выдают в Гамлете Высоцкого интеллигента. А мы все ищем правильный ответ и не находим нужного вопроса. Вот с точки зрения интеллигента правильный вопрос, нужный вопрос может быть ценнее ответа. Неинтеллигентная публика орет, что вы нам вопросы задаете? Вы нам ответы дайте. Как девятиклассники, озабоченные с дачей АГ, раздраженно кричат Марии Ивановне, которая пытается научить их. Мария Ивановна, скажите, что писать? Вот, дайте нам ответы. Мы их выучим. А тут вот... Продолжение следует...